Серах, глава 39. Будет путешествовать по земле чужих народов, ибо испытал доброе и злое между людьми. Сердце свое он направит к тому, чтобы с раннего утра обращаться к Господу, сотворившему его, и будет молиться перед Всевышним, откроет в молитве уста свои, и будет молиться о грехах своих. Если Господу великому угодно будет, он исполнится духом разума, будет источать слова мудрости своей и в молитве прославлять Господа. Благоуправит свою волю и ум, и будет размышлять о тайнах Господа. Он покажет мудрость своего учения, и будет хвалиться законом завета Господня. Многие будут прославлять знания его, и он не будет забыт вовек. Память о нем не погибнет, и имя его будет жить в роды родов. Народы будут прославлять его мудрость, и общество будет возвещать хвалу его. Да коли будет жить, он приобретет большую славу, нежели тысячи, а когда почеет, увеличит ее. Еще раз мыслив, расскажу, ибо я полон, как луна в полноте своей. Выслушайте меня, благочестивые дети, и растите, как роза, растущая на поле при потоке. Издавайте благоухание, как ливан. Светите, как лилия. Распространяйте благовоние, и пойте песнь. Благословляйте Господа во всех делах. Величайте имя его, и прославляйте его, хвалоя его. Песнями уст и гуслями, и прославляя, говорите так. Все дела Господа весьма благотворны, и всякое повеление его в свое время исполнится. И нельзя сказать, что это, для чего это, ибо все в свое время откроется. По слову его стала вода, как сток, и по изречению уст его явились вместилища вод. В повелениях его все его благоволение, и никто не может умолить спасительность их. Перед ним дела всякой плоти, и невозможно укрыться от очей его. Он прозирает из века в век, и ничего нет дивного перед ним. Нельзя сказать, что это, для чего это. Ибо все создано для своего употребления. Благословение его покрывает, как река, и как поток напаяет сушу. Но и гнев его испытывает народы, как некогда он превратил воды в солончаки. Пути его для святых прямо, а для беззаконных они преткновение. От начала для добрых создано доброе, как для грешников злое. Главные из всех потребностей для жизни человека – вода, огонь, железо, соль, пшеничная мука, мед, молоко, виноградный сок, масло и одежда. Все это благочестивым служит в пользу. А грешникам может обратиться во вред. Есть ветры, которые созданы для отмщения, и в ярости своей усиливают удары свои. Во время устремления своего изливают силу и удовлетворяют ярости сотворившего их. Огонь и град, голод и смерть – все это создано для отмщения. Зубы зверей и скорпионов, и змеи, и меч, мстящие нечестивым погибелью, обрадуются повелению его и готовы будут на земле, когда потребуется, и в свое время не приступят слова его. Посему я с самого начала решил, обдумал и оставил в Писании, что все дела Господа прекрасны, и Он дарует все потребное в свое время. И нельзя сказать, это хуже того, ибо все в свое время признано будет хорошим. Итак, всем сердцем и устами пойте и благословляйте имя Господа.